С этого здания на площади Соборной и начинается история Госбанка. 158 лет назад здесь располагалась казенная палата. Однако после указа Александра II тут открывается Рязанское отделение Государственного банка Российской империи. Для этого было выделено два кабинета в здании присутственных мест, которое размещалось в центре города Рязани на Ильинской площади. В этом здании также размещалось казначейство, городская администрация, органы финансов, статистики города, бернская типография. Через год в 65-м купец Соколов сдает в аренду отделению Госбанка второй этаж торгового дома. Сейчас в этом здании располагается арбитражный суд. А раньше на втором этаже была квартира управляющего и старшего контролера, а также бухгалтерия, касса, кабинеты для работы с клиентами. Собственных кладовых у отделения не было, и все ценности держали в кладовой казначейство. Ежедневно их перевозили в деревянных и железных сундуках. Аренда помещения стоила 1800 рублей ежегодно. В переводе на современную валюту сумма приличная – около полумиллиона рублей. Здание вскоре выкупили, и только век спустя окончательно переехали в уже привычное Рязанцам здание. Первоначально строительство началось в июне 1985 года. Освободили площадку под строительство здания от деревянных старых домов. Строилось здание, как рязанский обком КПСС. Строительство планировалось завершить за три года, но оно затянулось. В 1991 году началась перестройка. Здание было построено, но не было внутренней отделки. Администрация города Рязани рассчитывала, что здесь будет дом общественных организаций. Помешали деньги, вернее, их отсутствие. Средств на достройку попросту не хватило. В 1994-м у здания новый хозяин – Банк России. Работы предстояло много. Реконструкцию завершили спустя два года. Здание обкома предстояло превратить в отделение Центрального банка. После начался поэтапный переезд сотрудников. История не менялась. В здании больше четверти века располагается региональное отделение Банка России. Проделав большой путь, исторический и географический, оно закрепилось здесь, рядом с историческим центром города. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.